Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Представляю прогрессивный и очень необходим всем, у кого постоянно возникают проблемы с носом, препарат. Называется он назоспрей. Это препарат противоотечного действия для местного применения при различных заболеваниях носа. Конечно же я до сих пор применяю вот такую туфту нафтезин. Вот он нафтезин, но он очень вредный и говорят, что к нему возникают сильные привыкания. Поэтому в этом году вот я попробовал препарат, который мне посоветовали, на основе оксиметазолина. Именно по этому составляющему нужно искать подобные препараты, так как в разных странах вот это название будет абсолютно разное. Данный препарат относится к группе местных сосудосужающих средств. Основное действующее вещество, как я и сказал, оксиметазолина гидрохлорид. Оксиметазолин оказывает сосудосужающее действие, устраняя отек слизистой оболочки носа. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей и уменьшает выделение из носа, восстанавливает, самое главное, носовое дыхание. Устранение отека слизистой носа способствует восстановлению аэрации предаточных пазух, а также полости среднего уха, предотвращает развитие бактериальных осложнений. Оксиметазолин оказывает еще противовирусное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, а также антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия доказано более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ренита и других подобных проблем. Это заложенность носа, ринарея, чихание, ухудшение самочувствия с этим связаны и так далее. При местном назальном применении в терапевтических концентрациях и дозах данный препарат не раздражает слизистую оболочку носа. Ну а теперь официальных показаниях. Первое. Острые респиратурные заболевания, сопровождающихся заложенностью носа. Дальше. Аллергический ренит. Вазомоторный ренит. Также данный препарат применяют для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа. Кстати, действие препарата начинается очень быстро. Буквально через 20-40 секунд. Продолжительность же действия препарата иногда доходит до 12 часов. И как вы поняли, это хорошая замена нафтезину, который первое вреден, дальше от него возникают привыкания и действует всего-навсего он 2-3 часа. Ну а теперь способ применения и дозы. По одному впрыскиванию каждый носовой проход 2-3 раза в сутки. Не рекомендуется применять при таких дозах 3 раза в день препарат данный более 7 дней. Ну, я пользовался им 14 дней. И как бы ничего плохого не произошло. Ну а теперь же сколько он стоит? Конкретно вот этот препарат у нас стоит всего-навсего 50 гривен. Это 1,3-1,4 доллара. Как вы видите, препарат находится в очень удобной упаковке. Вот такие прыски делаются и всё. Всё очень элементарно. Вот его можно разобрать и опять поместить в коробку. Ну а теперь напишите, сколько у вас в стране стоит препарат с подобным компонентом. Очень бы было интересно почитать. Вот и всё. Будьте здоровы!